Он не мог не нравиться, его любили все. Зрители, коллеги, родные и, конечно же, женщины. Несмотря на то, что его сложно было назвать красивым мужчиной, талант, харизма и магнетизм, которыми он обладал, шли просто через край и притягивали к нему тысячи женских сердец. Шутнику и балагуру, а еще талантливому актеру Юрию Никулину всегда приписывали любовные романы, хотя женат он был всего один раз и считал себя примерным семьянином. Кто же были эти женщины, которых связывали с именем великого артиста, кого действительно любил Никулин и какие любовные романы оказались мнимыми, мы и узнаем сегодня. Но сначала, по традиции, несколько автобиографических заметок. Биография Юрия Никулина берет свое начало в 1921 году в Демидове. Его родители были актерами, причем не просто актерами, а актерами-комедиантами, поэтому театральная среда, конечно же, сыграла немаловажную роль в формировании будущего Юрия. В раннем детстве родители Никулина перебрались в Москву, где отец мальчика устроился работать корреспондентом в две местные газеты и стал сочинять репризы для театра и цирка. За его творчеством маленький Юрий наблюдал с удовольствием. Уже тогда он отметил для себя, что веселить людей, вызывая на их лицах улыбки, интересно. В семилетке Никулин учился довольно посредственно. Учителя жаловались на его поведение и главным образом говорили то, что ведет он себя как клоун. Но такое сравнение было скорее комплиментом для него. В школьные годы посещал драматический кружок, организованный его отцом. А по окончании школы семь лет служил в армии, затем война внесла свои коррективы. В 1939 году его призвали на фронт, он воевал сначала в финской войне, затем в Великой Отечественной и оба раза на подступах к Ленинграду. Демобилизован в 1946 году в звании старшего сержанта. Потом Никулин решил поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографа. Но несмотря на его талант и артистичность, ему сказали, что он не подходит для кино. То же самое повторили и в театральных институтах. И тогда ему приходит в голову подать документы в студию клоунады при московском цирке на Цветном бульваре. И здесь он не прогадал, уже в 1949 году он стал клоуном цирка. Сначала он был ассистентом знаменитого клоуна-карандаша, затем работал в тандеме с комедиантом и акробатом Михаилом Шуйдиным. 30 лет посвятил арене цирка Юрий Никулин, параллельно снимаясь в кино. Затем в 1981 году стал главным режиссером московского цирка, а чуть позже директором. Таким образом, цирковой деятельности Никулин посвятил ни много ни мало, а 50 лет, и цирк при Никулине процветал. Но своим юмористическим талантом Никулин отметился и на телевидении, где он, начиная с 1993 года, вёл программу под названием «Белый попугай», выходившей на протяжении четырёх лет. Также Юрий Никулин, начиная с 1969 года, стал публиковать свои произведения. Дебютом стала книга «Искусство клоунады» в соавторстве с Рудольфом Славским и Олегом Поповым. Поделился Никулин и автобиографической книгой под названием «Почти серьёзно». Но вот с кино у Юрия Никулина особенная любовь. В кино он изначально и хотел сниматься. И дебютным вариантом стал фильм «Девушка с гитарой», где он великолепно исполнил комедийного персонажа и сразу же запомнился зрителю. 36-летний Никулин был опытным цирковым артистом, но совсем не имел представления, как вести себя перед камерой. Тем не менее, к своей эпизодической роли пиротехника-неудачника он подошёл с такой выдумкой, что привёл режиссёра в восторг. Зато, когда Никулин увидел себя на экране, пришёл в ужас. Иногда шутки Никулина имели непредсказуемые последствия. Так, в 1962 году актёр снимался в картине Леонида Гэдая «Деловые люди». Загримированного Никулина подвозили на съёмки на автомобиле, а тот решил войти в роль, приставил к затылку водителя бутафорский кольт и начал командовать «Вперёд, налево, не останавливайся». Через некоторое время дорогу им преградили милицейские машины. Оказалось, кто-то заметил в машине человека с оружием и сообщили в милицию. В тот день Никулина отпустили, но впредь посоветовали так больше не шутить. У Юрия Никулина не было проходных ролей, его не слишком значительные персонажи создавали некую изюминку в картине. Его потом режиссёры звали в кинокартины «Неподдающиеся» Яша Топорков. Но в 1961 году он снялся в фильме «Пёс-барбос» и «Необычный кросс». И этот фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, что принесло актёру невероятный успех. После этой картины зритель толпой повалил в цирк, чтобы воочию увидеть Никулина. Но многогранность великого актёра позволила показать и драматический талант в фильме с заглавным названием «Когда деревья были большими». Слава Никулина росла с каждым новым фильмом, а количество поклонниц и поклонников неумолимо росло. Он снялся в «Самогонщиках», «Операция» и другие приключения Шурика, «Кавказская пленница», «Камне», «Мухтар» – все эти фильмы стали культовыми. Зритель до сих пор их очень любит. Но самой значимой работой, пожалуй, можно выделить кинокомедию «Бриллиантовая рука», где собрался потрясающий актёрский состав. Список выдающихся кинокартин можно продолжать и продолжать, но стоит рассказать и о личной жизни Юрия Никулина. С будущей женой Татьяной Покровской Юрий Владимирович познакомился ещё в далёком, в 1949 году, во время цирковых репетиций. Никулин пригласил девушку на своё выступление, во время которого был травмирован. Но это не стало плохим предзнаменованием, наоборот, эта ситуация сблизила их. Татьяна очень переживала за самочувствие артиста и навещала его в больнице каждый день. Спустя полгода они сыграли свадьбу. Татьяна стала работать в цирке вместе с супругом. С рождением детей пара не спешила, сначала решили твёрдо стать на ноги. Сын у них появился только в 1956 году, нарекли Максимом. Сын также продолжил дело родителей, стал работать в цирке. Потом он подарит родителям троих прекрасных внуков, и всех Никулин застал при жизни, и также ему довелось увидеть одного правнука. Но, как известно, актёрская среда даёт почву для того, чтобы порождать слухи об изменах. Не исключением стал и Юрий Никулин, которому также приписывали любовные истории, от которых он еле успевал отбиваться. И первым слухом о подобном романе Никулина ознаменовалась Людмила Гурченко. Её упорно на протяжении нескольких лет хотели свести с Никулиным. Сначала они познакомились на съёмках фильма «Девушка с гитарой», это было в 1958 году, но тогда их ещё никто не сводил как любовников. Однако после фильма «20 дней без войны», вышедшие на экраны в 1976 году, в их роман поверили все. И зрители, и коллеги по цеху. На самом деле они оба категорически отрицали любовную связь. Никулин был счастлив в браке с Татьяной. Просто они настолько талантливо сыграли влюблённых, что сложно было поверить, что в жизни между ними ничего не было. К слову говоря, Гурченко не раз пыталась наладить дружескую связь с женой Никулина, но та упорно не желала видеть рядом с собой и мужем разлучницу. Также поговаривали, что Никулину нравилась Наталья Варлей, но это опять же, скорее, из разряда слухов. Следующий, о ком заговорили, приписывая в любовнице, стала цирковая яркая и харизматичная наизница Гитана Леонтенко, которая впоследствии стала женой друга Никулина, Алексея Баталова. Но если с Гитаной Юрия Никулина вроде бы ничего не связывала, кроме работы, то с воздушной гимнасткой Тамарой Мусиной, кроме рабочих моментов, связывала и та помощь, которую он оказал цирковой артистке в приобретении жилплощади в Москве. Он также поддерживал её на всем творческом пути, а она отзывалась о Никулине с огромным уважением. Незадолго до смерти у Юрия Никулина появилась молодая секретарша Виктория Виклюк, работавшая в цирке эквилибристкой. В кулуарах тут же зашептались между артисткой и её руководителем тайный роман. Одно время она возомнила себя хозяйкой цирка на Цветном бульваре, буквально начав диктовать всем свои условия. Не выдержав конкуренции, жена Никулина уволилась из цирка. Поговаривали, что Виктория обладала экстрасенсорными способностями. И неизвестно, куда бы завёл этот мнимый роман. Но в итоге строптивую Викторию уволили, и хотя она опровергала домыслы о романе с шефом, не исключала, что он был великим артистом и легендарным мужчиной. С супругой Татьяной Покровской Юрий Никулин прожили 47 лет, и почти за полвека случалось всякое, о романах Никулина ходили легенды, но сам он всегда говорил, что всё это мифы, и всегда любил он только одну женщину, свою жену. Как бы то ни было, но он действительно обожал семью, сына, невестку и внуков. О своём детстве уже в старости Никулин вспоминал так. «Первый дом, где я родился, был маленьким, одноэтажным, деревянным, который стоял на берегу Каспля в городе Демидове. Я помню, как он стоял вросшим в землю». Второй дом – это цирк, который назван в честь великого клоуна, где значительную часть жизни проработал Юрий Владимирович Никулин.